МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мир моделиста – это специализированный магазин сбор масштабных моделей. У нас самые низкие цены и широкий ассортимент продукции на любой вкус. Гибкая система скидок и бонусная программа. Новые поступления каждый день. Вся палитра модельной химии. Мы находимся в самом центре столицы. Доставка по всему миру. Друзья, всем привет! Продолжаем сборку пиона. И кто смотрел предыдущую серию, видели, что я уже покрасил. Но результатом я остался недоволен. Мною было принято решение все это дело перекрасить. Собрал я низ сверху. Сделал пришейдинг. И сейчас мы повторим покраску. Сильно акцентировать на этом внимание не буду. Так как, в принципе, покраска была в предыдущей серии. Субтитры создал DimaTorzok Друзья, случился у меня тут небольшой форс-мажор. Я думал, что я камеру включил. На самом деле я ее забыл включить. Очень мило сам с собой побеседовал. Очень много интересного рассказал. Только, к сожалению, вы это не услышите. Давайте вкратце повторю, о чем я тут разглагольствовал. Давайте сначала я покажу, что я сделал. Как можем видеть, покрасил я в базовый цвет. Выкрасил вот эти резиновые пыльники. В общем, крылья. Вот эти резиновые части. Использовал вот такую краску. Nata Black XF69. Также я не стал сильно высветлять, так как я не очень люблю это делать. Объясню почему. Многие моделисты делают пришейдинг, создают искусственные тени, вот как я сделал. И начинают выделять вот такие вот выступающие какие-то части, каким-то прям очень-очень светлым, светлой краской. Я не сторонник этой технологии, я как бы посередине, скажем так, нахожусь. То есть я немного делаю искусственных теней и всё. То есть я не создаю такую огромную, как правильно сказать, вот такой огромный градиент. Прям от очень тёмных до светлых тонов. Я стараюсь придерживаться как-то базового цвета и немножечко вот так вот за счёт пришейдинга сыграть, сделать искусственные тени. Единственное, что я сделал, это вот, не знаю, видно на камеру, вот здесь вот эти вот все, вот эти выступающие части я покрасил просто другим тоном. Взял вот такую краску зелёной защитной, чтобы придать разнообразие. Наверное, так можно выразиться. То есть это не именно как эффект высветления, а вот именно, чтобы придать какое-то разнообразие в цветовой палитре. Ну, как мы видим, здесь тоже всё я покрасил. Также я покрасил орудие. Использовал ту же технологию. Сначала пришейдинг был нанесён, после покрашен в базовый цвет. То есть, вот так это всё у нас выглядит. Также я задул в глянцевый лак вот этот вот люк и нанёс декаль. И вот здесь тоже покрыл глянцевым лаком. Сейчас я также перенесу декаль. Переведу. И буду полностью задувать модель в глянцевый лак. После чего будет фильтр, сухая кисть. Ну, в общем, всё то, что вы видели в предыдущей серии. Кто не видел, вот может быть, может вот здесь вот посмотреть. Так, ну что, давайте переведём декаль. Так, ну, наверное, вкратце расскажу о технологии пришейдинга. Может быть, кто из начинающих моделистов меня смотрит. Может быть, кто-то об этой технологии ещё не знает. Значит, для чего это делается. Технология пришейдинга делается для создания искусственных теней. Так как модель, она в 35 раз меньше прототипа, настоящего там танка, машины. Соответственно, тени не так явно выражены на ней. И чтобы модель не смотрелась каким-то зелёным пятном, добавляются искусственные тени. Технология довольно-таки проста. Во все места, то есть, вот можно посмотреть и представить, где у нас будут тёмные места. То есть, вот здесь у нас такое затемнённое место. За ящиками. Вот во всех вот этих вот углублениях, между ящиков. То есть, выбираются такие места. Также вот, если вот здесь посмотреть, вот это вот место у нас такое довольно-таки тёмное. Вот под крылом. Наносится чёрная краска. Ну, либо на грунт, либо на саму модель, если вы не грунтуете. После чего берётся хорошо разведённая краска. И полупрозрачными слоями наносится базовый цвет. Соответственно, наносится до такой степени, чтобы вот эта вот чёрная краска слегка, вот прям совсем немножечко просвечивалась. И вот этот вот просвет чёрной краски создаёт эффект тени. Можно эту технологию, в принципе, не делать. Но тогда есть велик шанс того, что модель будет выглядеть просто зелёным пятном. Можно, конечно, этого эффекта добиться с помощью масляных красок. Так, чтобы у меня декаль вся сморщилась. Будем спасать её. Так, зубочистка нужна. Так, 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 что-то у меня с декалью прям беда какая-то. Ой-ой-ой. Что-то она прям так раскисла. На люк хорошо перевелась. А эта прям раскисла. Ещё не хватало споткнуться на таком элементарном занятии, как переведение декалей. Так, что-то мне прям это совсем не нравится. Что-то она какая-то, как сопля какая-то. Вся тянется в разные стороны. Что за дела? Ай-яй-яй. Да, что-то прям беда какая-то. Походу, я запорол декальку. Обычно такая ерунда происходит, когда лак не до конца высох. И она вот так вот подлипает. Но лак сутки выстоял. Соответственно, лак у меня высохший. Что же она так у меня морщится? Не хочет она отставать. Да, что-то прям ерунда какая-то, ребята. Она ещё и криво прилипла. Она ещё и рвётся. Чёрт побери. Короче. Делаем по-другому. Что она так прилипла-то? Обалдеть. Лак высох. Она так прилипла. Бывает прям на ровном месте спотыкаешься. Вот казалось бы декаль перевести. Что может быть проще? Вот тебе, пожалуйста. Что-то прям ерунда какая-то ещё. Нашмётки вот эти белые поубирать бы как-то. Закрашивать не хочу. Так. Ладно, ребят. Я пошёл на паузу. Поправлю. Очередной косяк. Как мне дорог этот пион. Косяк на косяке. Косяком подгоняет. Ладно. Скоро увидимся. Так, друзья. Значит, убрал я номер с этой крышки. Ну и, соответственно, здесь тоже немножечко поправил. Почему я так сделал? Как бы номер найти не проблема. Вот его декали. Вот пиона. Плюс ко всему у меня есть... Я уже даже думал, сейчас пойду через трафарет накрашу. Оно так более реалистично будет выглядеть. Красивее. Есть у меня вот такие циферки. И начал в интернете подбирать прототип. То есть, из каких цифр делал мне номер. Искал, искал. Искал, искал. И нифига не нашёл. Если с номером, то это музейный экспонат. Либо армии другого государства. А в основном, вот все, которые в строевых частях, они в основном все без номеров. И я что-то подумал. И решил, что пион мой будет без номера. Так что всё это мы убираем. Как говорится, баба с возу, кобыля легче. Тут у меня есть из чего выбрать. Много у меня всевозможных трафаретов. Но выбирать не будем. Значит, что мы сейчас делаем. Сейчас я покрываю глянцевым лаком. И делаю смывку. А точнее не смывку, а фильтр. Беру такой томиевский лак. Прозрачный. Икс-22. Вроде бы разобрался я с краской Акан. Поначалу я всё никак не мог понять. У меня был дикий расход этой краски. Просто неимоверный. А оказывается, её нужно разводить до такого состояния, чтобы она покрывала полупрозрачными слоями. И тогда расход у неё уменьшается. На игле не налипает. И в принципе, я вот сейчас вот пока... Пока что я её ещё тестирую, эту краску. Но в принципе, она мне начинает нравиться. Поначалу я её вообще не понял, эту краску. Я как-то остался ей очень недоволен. Из-за дикого расхода, постоянное налипание на иглу этой краски. А сейчас вроде бы... Вроде бы я понял, как ей работать. Сейчас немножко подсохнет. Я подниму орудие. Там ещё прокрашу. И мы уже с вами встретимся, наверное, после того, как я нанесу фильтр. А сейчас я ушёл на паузу. Нанёс я фильтр. Пока сохнет фильтр, хочу провести небольшой эксперимент. Хочу взять вот эту жижу от Вайлдера. Это эффект коричневой грязи. По идее, её наносить нужно с щетиной с жёсткой кисточкой. И как бы вот таким вот, ну, капли такие сделать. Я хочу попробовать нанести его через аэрограф. Чтобы у меня получилось равномерное запыление. Сильно пачкать пионы я не собираюсь. Хочу слегка ему добавить припылённости на ходовой части. Ну что, давайте попробуем, что из этого получится. Делаю в первый раз. Не знаю, что выйдет. Главное, чтобы потом опять не перекрашивать. Делаю в первый раз. Друзья, ну что, вновь была сделана смывка. Прошёлся вот такой вот коричневой смывкой от фирмы Tamiya. И сейчас хочу сделать, пройтись с сухой кисточкой. Вот здесь на зубцах я уже прошёлся. Вот так вот сделал под металл. А вот здесь сверху я хочу использовать, точнее не то, что хочу, я буду использовать вот такую вот краску от фирмы Revel под номером 16. Почему я хочу акцентировать на этом внимание? У меня есть знакомый, Вячеслав, начинающий моделист. Довольно-таки перспективный, кстати, моделист. И как-то он задавал мне вопрос по поводу сухой кисти. Как? Какой краской? Ну, в общем, всю технологию. И вот я хочу немножечко на этом акцентировать внимание. Как я это буду делать. И покажу ещё разок. Я, по-моему, в предыдущей серии показывал. Но повторение мать учения. Значит, беру вот такую вот широкую кисточку. Правда, она у меня немножечко подострепалась уже. Не держит форму. Так вообще в идеале вот такую вот кисточку. Вот с такой щетиной. Но она у меня уже старая, надо менять её. В общем, что я делаю? Окунаю в краску. Излишки растираю. Растираю довольно-таки хорошо. Чтобы на кисточке практически ничего не осталось. И лёгкими движениями начинаю проводить по детали, которые имеют выступающие элементы. Сильно не нажимаю. То есть моя задача, чтобы вот эти вот остатки краски, которые вот остались практически сухие уже, они у меня зацепились вот за эти грани. За грани выступающих элементов. И не остались на самой поверхности. Чисто вот по граням. То есть вот таким вот образом делается сухая кисть. Выполняется технология сухой кисти. Лучше кисточку пересушить, чем не досушить. То есть, если на кисточке будет излишки краски, то, соответственно, у нас здесь появятся полосы. Но, почему я использую эту краску от фирмы Ревел? Она на основе white spirit. Соответственно, если я где-то что-то мазану, я потом также с лёгкостью могу затереть это white spirit. В принципе, под эту технологию подходит практически любая краска. Я также делал тамией. Вот на греблях я делал тамией. Но лучше, конечно, использовать краску на другой основе. Потому что, если вы возьмёте краску одинаковую, вот у вас базовый слой, грубо говоря, тамией сделан, он на основе спирта. И если вы будете делать сухую кисть так же краской тамия, и в случае какой-то ошибки, затирая эту ошибку, убирая, вы можете повредить базовый слой. Затереть базовый слой. Так что лучше, конечно, краски использовать разные. Ну и пока я тут мазюкаю сухой кисточкой, хочу немножечко, ребят, похвастаться. В клубе ТМ проходила выставка, посвящённая 23 февраля. И мой вертолёт Ми-24 занял второе место. Чему я очень рад. Если честно, я, конечно, не ожидал. Потому что конкуренты довольно-таки серьёзные были. Модели действительно очень качественные. Великолепно сделанные. Первое место занял вертолёт Ми-8. Ну, если честно, я когда его увидел на полках, я сразу понял, что это первое место. Потому что вертолёт, конечно, был потрясный. Здорово очень сделанный. Но я никак не ожидал, что у меня будет второе место. Но, тем не менее, по призам немножечко поскупились, конечно, организаторы. Значит, что было в призах. Так, модель вертолёта фирмы ARK. Это довольно-таки перепак. Довольно-таки старой модели. Я не помню, кто её производитель, кого они перепаковывают. Вестланд Весекс. Но я ещё, когда в школе учился, я точно такую же модель вертолёта собирал. Вот один в один. Такая же по качеству. Ну, в общем, дровишки. И маленечко химии от Вайлдера. Вот такие вот две жидкие маски. И сейчас я найду. Вот я уже убрал. Вот такие вот пилочки. Также от Вайлдера. И ещё, по-моему, что-то было. Да, ещё, по-моему, что-то было, но что не помню. Куда-то я это уже убрал. Вот. Так что, так немножечко я похвастался вам, ребят. Вот. Вот. Вот, кстати, вот хороший пример. Вот смотрите, вот здесь у меня мазня получилась. Вот здесь я мазанул. То есть вот этот вот момент я буду исправлять с помощью уайтспирита. Мазанул. Что-то даже не заметил, когда это сделал. Так, использую я вот такой вот песочный цвет, чтобы более контрастно выделить вот все вот эти выступающие элементы. Чтобы у меня получился небольшой контраст. Можно использовать, в принципе, разную краску. Ну, понятно, что на зелёном-красном вы не будете делать. Ну, что-то вот такое вот. То есть моя задача сейчас выделить выступающие элементы. Соответственно, если бы я взял какую-нибудь зелёную краску или коричневую, то я бы не добился бы того эффекта выделения. Оно бы просто у меня слилось. Всё воедино. А вот таким песочным я немножечко высветляю модель. И, соответственно, у меня получаются вот такие вот более светлые выступающие элементы. Так, ну, вроде бы я закончил сухую кисточку. Теперь давайте исправим вот эти вот все огрехи. Беру обычный вайтспирит. Ну, как не совсем обычный, от Текурила. По которой практически не имеет запаха. И вот таким вот образом кисточкой убираю то, что нам не нужно. И всё. У нас сохраняется базовый слой нетронутый. И вот эту вот сухую кисточку мы с лишних мест убираем. Я думаю, на этом по корпусу у меня практически всё закончено. Единственное, что я сделаю, так это немножко пройдусь ещё вот этой вот пылью, так называемый. Так, это у нас фильтр. Так, это у нас грей. Где у нас браун? А, вот. Вот этой. Вот этой пылью из аэрографа пройду. Я уже частично прошёл. И ещё немножечко подправлю. Несколько штрижков таких внесу. Дам просохнуть. И останется только покрыть матовым лаком. И работу по корпусу я считаю законченной. Ну, за исключением, конечно, траков. У нас ещё целая эпопея с траками предстоит. Сейчас немножко подсохнет корпус. Я завтра свежим взглядом ещё просмотрю. Где-то, может быть, что-то подтереть нужно будет. Может быть, что-то по смывке. Может быть, по сухой кисточке. Вот, кстати, вот здесь недотёрая. Завтра свежим взглядом всё это посмотрю. И, наверное, самостоятельно покрою модель матовым лаком. Лак буду использовать от фирмы Аккан. Так, и ещё, ребят, столкнулся с такой проблемой. Вот этот вот ствол я покрыл глянцевым лаком. Вот таким вот. От Мистер Хобби. Хобби Колор. Номер 30. Аж 30. Единственное, что я сделал, я его разбавил Томиевским разбавителем. Для акриловых красок. Ничего, лак не свернулся. Всё жиденькое, всё хорошо. Отлично лёг на поверхность. Но проблема в том, что он до сих пор липнет. А прошло уже, наверное, суток 5. И он до сих пор у меня подлипает. Я не могу понять, в чём проблема. То ли несовместим этот лак с Томиевским разбавителем, то ли даже не знаю что. В общем, я так подозреваю, что сохнуть он у меня и не собирается. Я планирую поверх задуть Томиевским глянцевым лаком. Надеюсь, ничего страшного не произойдёт. И он у нас липнуть не будет. Ну и, соответственно, по орудию у меня осталась та же самая процедура. Это смывка сухая кисть. И здесь нужно будет ещё повыкрашивать отдельные элементы. Там вот эти вот таблички на вот этих вот крутилках. Шланг гидравлики. В следующей серии мы, наверное, будем красить траки. Гусеницы. То есть вот у меня есть частично собранные. Вот так вот это всё выглядит. Нужно рассверливать, пересверливать. Всё это грунтовать. Кто не в курсе, для чего я это делаю. То есть гусеница у меня будет не вся подвижная. Она у меня будет вот от сих и вот до первого опорного катка. Для чего это я хочу сделать? Вот это вот транспортное положение пиона. Когда он его переводят в боевое положение, вот этот вот ленивец опускается вниз и создаёт дополнительный упор. Соответственно, чтобы ленивец опустить, нужна вот эта вот часть гусеничной ленты подвижная. Вот такой вот ерундой я занимаюсь. Так, ну что. Оставляем его сохнуть. На этом серию я заканчиваю. Ребята, перед всеми хочу извиниться за столь долгое ожидание серий. К сожалению, со временем очень всё сложно. не всегда получается заняться любимым делом, моделизмом. Так что серии выходят у меня не очень часто. Я бы даже сказал, очень не часто. Так же у меня ещё в работе Ан-12, который так же лежит ещё особо, ничего по нему не сделано. В общем, буду стараться наверстывать, не хочу загадывать, планировать, но всё-таки я надеюсь, что следующей серией мы закончим пиона, возьмёмся плотненько за Ан-12, ну и там будут уже новые проекты. Так, ну а я с вами прощаюсь, ребят, кому понравилась данная серия, поднимаем пальцы вверх, кому не понравилось, можете, пальцы вниз, но я надеюсь, вам понравилось. Всё, спасибо всем за внимание, до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok